Глядите, кто пришел! Всем здорова! Меня зовут Александр и это рубрика Magic News. Грег Уилсон все же приедет на МФА 2020 года. Я напомню, кто-то в паблике МФА эту информацию выложил, но удалил через несколько часов. Думал, мы не заметим. Заметили. В любом случае, это отличная новость и очень весомый аргумент посетить все мероприятия. Там еще и трое будет. Посмотрите его шоу. Время у вас есть, чтобы быть в теме. Just do it! Итак, дорогие друзья, специальный репортаж для Magic News. Город Волгоград, торговый центр в Урашиловске, готовится мероприятие. Формула фокуса, я сегодня участвую, друзья. Меня зовут Иван Гусев. Там будет много других ревизионистов, которые обязательно сегодня поразят. Да, 1 сентября прошло масштабное мероприятие «Формула фокуса» в торговом центре в Урашиловске, города Волгограда. Куча фокусников, импровизированная сцена и самые сложные условия для демонстрации фокусов, так как если человеку не нравится, он просто уходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Также подкатил материал о уже ранее говоренном мероприятии «Видный маг». Событие вышло масштабом поменьше, но зато о нем говорили в местных новостях. Ну и конечно же, куда же без всеми любимого разбора новой, уже 11-й серии «Фуллотс». В этой серии выступали Скотт Грин и его русская рулетка с яйцами. Одно из них сырое, а пять из них вкруту. Причем сам фокусник не рискует ничем, поскольку даже если что-то пойдет не так, то зал останется довольный. Отлично продуманный акт от предметов, участвующих в номере, до финального выбора яйца. Я больше чем уверен, что в российском сегменте этот фокус приживется. Мэтт Дональдс о ведущей Пэна Жилета в подкастах в Вегасе и на шоу он пришел, ничего ему не сказав. Ментальный трюк, который он продемонстрировал, после ВКО достал уже всех, но по шкале безумия его перформанс где-то между Бахом и Корзой. В чем смысл? Нащупавшись Теллера и потягав Пэна по сцене, зритель перемножил числа, а Мэтт записал на руки числа, которые ему помогут в дальнейшем. И в итоге его предсказания не совпадают с числом. Но вспомнив про числа на руке, все получается. Трюк с тремя скорлупками и горошиной старый как мир фокус, те же наперстки, но еще более изощренные. Дважды обманув зал, Ток бросает вызов Пэну и Теллеру. Их задача уследить за подписанной горошиной, но она появляется в неожиданном месте, хотя и ранее оговоренном. Субтитры сделал DimaTorzok В который раз убеждаешься, что манипулировать можно чем угодно. В этом перформансе Ким делает это с кроссовками и делает это восхитительно. Я пару раз перематывал, чтобы увидеть некоторые моменты еще раз. Особенно меня покорил последний элемент его программы. Очень круто. В конце Пэн и Теллер снова издевались над зрителем, раскрыв ему секрет фокуса с кольцами. Но что бы ни делали эти двое, зритель всегда уходит от них одураченным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот так, каждый год! Сегодня в ветке ЧО по релизам очень много новинок и того, что я должен был рассказать еще в предыдущих выпусках, но почему-то этого не сделал, хотя у меня есть оправдание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что... Начнем с актов. Пингвины их выкатили аж два штуки и от очень крутых ребят. Первый это Токамис Юсуи, человек, который впервые в истории магии кубика Рубика показал технику сборки одной рукой, а также ряд эффектов, применяющих этот ход. Токамис внес большой вклад в текущую тенденцию использования кубиков Рубика в магическом сообществе. И второй акт от Пола Виггела. Это один из самых захватывающих исполнителей в мире. Участник Фуллас, который не смог их обмануть только потому, что его метод был написан в его же книге, которую Пен и Теллер читали. Он практиковал и исполнял магическое искусство с пятилетнего возраста. Теперь у вас есть шансы узнать некоторые его секреты. Помимо пингвиновских лайф-актов, вышла лекция от человека, который в одно время прописался на иллюзионист. Реально был период, когда там публиковали только его. Один из самых креативных и талантливых исполнителей магии возвращается на свою вторую лекцию At The Table. Джастин Миллер не только объяснит его обычные рабочие процедуры, но также у вас будет возможность увидеть его выступление перед живой аудиторией. Спасибо за divorceable project. Мэйдю Райт в последнее время подсел на маркеры шарпи и выкатил кучу работ с этим предметом. Шарпи Трон это простой в использовании трюк с маркерами шарпи, позволяющий создавать сногсшибательные визуальные эффекты. Позволяет пишущему концу маркера переходить от одного конца маркера на другое мгновение ока. Marvelous Floating Sharpie это чрезвычайно наглядный способ задействовать маркер шарпи. Наблюдайте как маркер вылезает из колпачка, а затем... МЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ All in Series 1 Набор из профессиональных покерных фишек С которым вы можете выполнять такие эффекты как Hold'n Chip Разделение фишки на 4 штуки Можно показать обе стороны Antigravity Потрясающий плавающий эффект Sharpy Through Маркер сквозь покерную фишку Если вам нравится какой-то конкретный эффект из этих трех То каждый из этих эффектов можно купить отдельно Пока Мэтью сходит с ума по шарпи Бонд Ли открыл себе любовь к столам AF Table Представляет элегантность, ясность и класс Это не просто инструмент, а символ вкуса Акриловый складной столик, который легко носить с собой Duo Table Стол с двумя столешницами, которые вы можете изменять в любое время Поставляется с сумкой, позволяющей носить его с собой А также двумя аксессуарами Складным металлическим контейнером и держателем для трости Flame Fire Box Очень компактен, очень визуален на расстоянии И очень прост в использовании Может быть рассмотрен с разных углов Сделан из алюминия и разбирается для экономии места Black Door Революционное подменяющее устройство, которое помещается в вашем кармане Вы кладете карточку, листок бумаги или визитку в конверт, вы протягиваете его зрителю и все Подмена уже сделана Теперь вы можете выполнять ваши любимые эффекты без каких-либо усилий В этом полном 10-минутном действии, которое помещается в самые маленькие карманы Вы узнаете, как угадать, какой предмет принадлежит какому из выбранных вами участников А также предоставите конкретные сведения о каждом предмете Все это с завязанными глазами Этот метод вы можете полностью понять всего за несколько минут Но это один из тех секретов, которые останутся с вами навсегда Две четвертинки карты разных размеров показаны зрителям И в один момент одна из них исчезает прямо на глазах Вариантов для использования целая куча Перемещение, прохождение сквозь предметы, предсказания и все это супер визуально Довольно одновременно появились следующие два семинара по жвачкам Первый под названием Scatter, а второй под названием Oxo Juice от Брэндона Дэвида и Криса Черчик Суть обоих одинакова Вы берете обычную жевательную резинку и заставляете обертку исчезнуть на глазах ваших зрителей Показать все это можно с обеих сторон Разница между ними в цене 10 долларов И то, у Scatter в трейлере жесткая вырезка кадров Посмотрите на это Ну что это? Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю Что это такое? Что это? Вот это вот оно Я не знаю, чувак Что это? Я не знаю Вот это Что это такое? Произведенный победителем Фисом Дьян Ян Мэ Теперь доступен и вам Один из лучших шелковых флагов, которые вы можете найти В комплекте идет набор шелков с трюками Шелковый флаг премиум класса и аксессуары Вы показываете колоду карт и одну карту другого цвета На которой написано You Will Roll Зритель кидает кубики, пока ему не надоест Вы отсчитываете суммарное число карт сверху колоды лицом вверх И теперь находите свою карту предсказания в колоде И медленно показываете, что вы не только предсказали, какое число они бросят Но и карту, которую они выбрали Без форсов, дубликатов и прочих ритуалов Занимательный сет из двух трюков выпустили Мэтью Гарретт и Майкл О'Брайан Хоть названий трюка и нет имени второго исполнителя Вместо Майкла везде написан Брайан Кассовел Знайте, он тут ни при чем Это опечатка Довольно интересная рутина Выполнена на двоих с проникновением кольца в бутылку И интересный вариант Линкен Линк В котором, казалось бы, все пути для выполнения эффекта закрыты Очередной вариант трюка Бичхенд без гиммиков представил Артур в семинаре Оверлокет И прежде чем вы начнете делать какие-то выводы насчет этого Вот вам пара интересных вещей об этом Трюк экспромтный В любое время, в любом месте Более того, вы можете выполнить его 4 раза подряд И предсказать весь исход с самого начала Этот метод держался в секрете Некоторыми ведущими менталистами мира с 2014 года И не получил ничего, кроме положительных отзывов на известных магических форумах Иллюзионист выпустил Сильвер Смит от Дэнни Голдсмит Это сборник из 4 очень визуальных эффектов с монетами На изучение которых у вас уйдет уйма времени Субтитры сделал DimaTorzok Микаэль Шаталян запримерил очень необычный семинар Который он вынашил более 2 лет под названием Крендель Тут все просто Вы берете крендель и делаете невозможное проникновение Отличный инструмент для микрык Звучит так же просто, как и выглядит Каждый гейминг изготавливается вручную Ну и закончить выпуск хотелось бы необычной премьерой А именно Wonder Card от Magic 5 Это первый русскоязычный семинар, о котором я вообще говорю И я мечтаю, что когда-нибудь будет выпуск, где будут только русскоязычные релизы Эффект следующий Нагрев магнитную ленту, вы можете увидеть баланс на карточке А после буквально снять наличку Видел эту штуку вживую, вот она лучшая рецензия на этот трюк Прочитав комменты на сайте ребят, понял, что для некоторых клиентов М5 тысяча рублей за реквизит это прям проблема Отсюда вытекает Как быстро достать тысячу рублей? Ребят, тысяча рублей за готовый реквизит это недорого Ты можешь поучаствовать в митинге К тому же еще идет супер подробное обучение в комплекте Зачитать рэп на улице А сейчас вообще со скидкой 20% продается Запустить свой стартап В общем поздравляю ребят с застойным релизом Ну господа, по-моему это лайк Лайк, 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 лайк Ну а на этом все Ставьте свои напалечники вверх, если вам понравилось Меня зовут Александр Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!